Продолжение следует... 180 суток получается. Как раз через год мы в Росмартанском районе Оренбургскими меняемся. Они год стоят там, год мы стоим. Как раз два захода в год получается. Нагрузка большая и физически, и морально. Если семья, дети, вот самое главное, они поддерживают. Если их поддержки не будет, командировка у нас не очень получится. Ребята выполнили на 100%, без вопросов. У нас так поставлено в Башкорстане. Залетов таких не должно быть и не бывает. Я вот сам в третью командировку туда съездил. Нареканий со стороны Министерства МВД РБ нету. И со стороны Российской Федерации тоже нету. Миссия одна и та же, охрана общественного порядка. Но там, видите, война была. В горах бандформирования до сих пор они есть. И не кончаются они. Ну, надеемся, Рамзан Кадыров сдержит свое слово. До Нового года, он сказал, все бандформирования выведет из строя. Папу встречаем. Мужа Фазылова Айдара Ахлямовича. Уехал в командировку в Северную Осетию в январе. Вот полгода прошло. Встречаем. Очень тяжело. Тяжело без мужа. Скучаем. Соскучились очень. Вот. Время не идет. Переживали очень. Каждый день, каждую минуту. Обычное несение службы. Как и везде. Там такая же Россия. Сейчас там спокойно, нормально. Такая жизнь. Все то же самое. Все то же самое, что мы здесь делаем. Охранили общественный порядок. В основном содействовали. Оказывали практическую помощь. Ну, наверное, и все. Вот полгода так и пролетели быстро. Сами не верятся все еще, что приехали. Переезды тяжелые. Вот это все. Адаптация. Но в основном все то же самое. Нормально все. Если направят, поедем, конечно. В Родина, как говорят, скажет. Пойдем. Куда угодно.